Майк у него в углу, в общем. Да, мы его увидели. Любопытный должен получиться, по идее, бой. Да, смотрите, Забит Самедов не проигрывал с 2013 года. Сейчас на серии из 15 побед подряд. Победа не была. Победа не была. Победа не была. Победа не была. То есть в крайнем бою дрался против Эррола Зиммермана, как раз на Ахмат-файт-шоу. Был это в 2017 году, и там его победил. И на гласном решении. Ну что, давайте смотреть, что покажет нам и тот, и другой сегодня. Забит Асамедов. Ух ты, хорошая, хорошая, сразу серийно работает. Сразу набросил через печень. Прекрасная комбинация. Увел, причем с первого же Финта заставил руки поднять и попал первым же ударом. Забитая с точки зрения его рекорда, конечно, всего на всего 9 поражений. Это реально мало. Но при этом, смотрите, и 98 побед, из которых 35 досрочных. То есть, в общем-то, для его уровня бойца, да, то есть не самый высокий процент побед нокаутом, но надо сказать, что и соперники там были, ой, какие они простые, там такие зубры и мамонты. Ну, он со всеми, он со всеми, наверное, подрался. Практически, да. То есть там и... Кстати, с Фредериком Синистрой, которого мы сегодня уже видели, тоже дрался, но и победил его техническим нокаутом, травмировав тому ногу. Фреди сейчас ловко попал. И подхватил при этом Маугли ногу соперника. И при этом пропустил. Пропустил в голову-то справа. Успел нырнуть под удар, чуть-чуть не донес. Правый боковой через лоб. Там мог хорошо зайти, но не получилось. Хорошо, отлично. Все, апперкоты слева прямой. Все там. Бридом поддавливает Кимайо. Довольно активно идет вперед. Он сейчас пытается использовать, наверное, преимущество в мышечной мышечной. Но такую мускулатуру надо кормить, потому что Самедов намного более опытный. Ну, я его могу сказать. Но, кстати, вот Самедов-то на весах даже на 300 граммов потяжелее было. Показал, да, номинально. Вот есть попадание справа. Здорово цепанул челюсть. Соперник Асамедов. И Кимайон начинает уже осторожничать ближе к концовке раунда. Но это всего лишь первый раунд, да? Всего их пять. Так что здесь дистанция вполне себе хорошая для того, чтобы показать все, что они могут. По первому раунду Завит показал, что будет работать комбинаторику. И, в принципе, все то, что выбрасывал в комбинациях, один-два удара попадало. Пропустил ненужного. Вот это Малаш уходить справа. Но опять пропустить пропустил, но при этом в операх не потерялся, не выключился, его не болтануло. Прогибник лишний раз. Да, но он пропустил и успел подхватить, в общем-то. Смотрим повторы. Посмотрите, корпус, голова с той же руки. Взял паузу, правый снизу, левый полк. Сирийный, очень сирийный. Вот она. Неплохо попал. По счастью безрезультатно. Да, сам. Ну и это единственный поединок бойцовского вечера, где у нас раундов аж пять. Да, то есть сразу же вот не стали долго раскачиваться, жара файт-шоу. Сразу реализовали чемпионский. Ну а почему нет? Бой. Два нормы, два вполне себе хороших бойца. Да, первое шоу дебютное можно и сразу чемпион-чемпион-звезды оформлять. Вот, вот, грузи его. Причем, смотрите, интересная дистанция выбрана, да? Короткий формат, так называемый. Пять по два. То есть не по два. Я на автоматике говорю по три. Да, да, то есть сначала, изначально, кстати, планировалось три по три. Вот и в итоге организаторы приняли решение, что пять по два. То есть две минуты вообще очень мало. Мало. Времени здесь нужно дать. Ну и сделано для того, чтобы, наверное, форсировали события оба спортсмена. То есть здесь некогда раскачиваться будет. То есть, да, дистанция вроде бы длинная. Во время боя Сергея Харитона вы упоминали о том, что японцы делали формат две минуты. Кому-то удобно, кому-то нет. Более темповым категориям, наверное, можно так работать. Ну и это требует, ну, это, во-первых, требует перестройки тактики, потому что две минуты – это реально очень короткий формат. Но, с другой стороны, все равно пять равных. То есть хочешь, не хочешь, тебе придется работать. Сейчас хорошо отработал первую минуту как раз Кимайо. Теперь забит. Начинает пробивать по корпусу. Уже так поддавил просто. Подошел, правда, без ударов, но позволяет ему это. Да, француз. И забит начинает выцеливать. Да, вот на левый как раз выжидал этот момент. Третий секунд до конца раунда. Достает операция. Раз-два. Еще раз. Голова-корпус. Хорошо. Хорошо. Чуть-чуть оттянул правой сбоку, впихнул. И дальше. И хорошо. Кик. С места практически на коротком-коротком подшаге. Мощно попал. Не успел бы руку поднять там. Мог уехать прям через канаты бы. Кимайор. Заключительные секунды второго раунда. Кимайор ванулся вперед. Вот тоже школа, да? Провалился с ударом. Тоже выбросил другой. Встретил его очень хорошо. Забит Самедов. Но здесь начал не будет отсчитан. И раунд завершен. Раунд завершен. Но поинтересней. Поинтересней. Честно говоря, здесь у меня будут вопросы скорее по функции француза. Нежели по функции Самедова. А Кимайор в этом раунде показал довольно интересную работу сначала. Начал обстреливать именно ноги. Нижний уровень. И в принципе успешно. В какой-то момент забит Самедов даже угол. Нажал с лошадь. Что ему говорят. Ну да. Первая минута очень хорошая для Фредди. Получилась. И друзья, еще раз напоминаю вам. Не забывайте подписываться на официальную группу телеканала Мальч 2Е ВКонтакте. Мы специально для вас готовим самые интересные материалы. Собираем их по всему интернету. И ищем эксклюзивы для того, чтобы вас порадовать. И обязательно наша программа Моменты недели. Если вдруг что-то пропустили, можете наверстать и посмотреть. Так что группа телеканала Мальчиков Боец ВКонтакте официальная. Не забывайте подписываться. Есть неофициальная? Кто-то пытался копировать? Наверное есть. Какие хитрые люди, да? Но в официальных материалов больше и людей больше. Интересно. Лишний и адекватней. На третий раунд готовятся ваши бойцы. Гонг. Мне кажется, кстати, вот этот формат, 2 минут, он Самеду бы удобен. Да, конечно. Я не думаю, что, так как, давайте будем честными, забить Самеду в том числе и организатор этого мероприятия, я не думаю, что он бы что-то подбирал, чтобы было бы ему неинтересно. Ну нет, зачем? Зачем? Ему с его опытом выступлений дома показывать бой, который будет удобным. Во-первых, его поклонники не поймут. Во-вторых, с его как бы бэкграундом уже, ну зачем себе искать соперника удобного. Он взялся хорошего, рабочего бойца, который вполне себе способен на сюрпризы, и на сюрпризы неприятные. Да, ударный, тяжелый. Вот хорошо, как попадает, забит. Два апперкота прошло очень четко. Но и сейчас начинает мешать его мускулатура. Он не успевает. Выжигает, конечно, кислород вот это все движение. Тут такую массу таскать на себе весьма-весьма сложно. Тем более, что все-таки это 97, это не свыше. И здесь совершенно другая работа. Очень медленно такой затянутый лоу сейчас у Кимаё был. Вот он страшен в первых раундах, в первые два раунда. В первом начале даже. Вот вот минута прошла, все, Кимаё выдохся. Забиты вот эти хлопки даже по защите. Бам-бам-бам-бам-бам. Они чувствительные, выбивающие, и они психологически давят. То есть противник, когда тебя бьет комбинациями, против которых ты вынужден перекрываться банально, но это давит на голову. Да, то есть нет возможности опомниться, нет возможности перестроить свою тактику и придумать что-то еще. Прикроется постоянно защищаться. Хорошо. Но перекрывается неплохо очень Кимаё. А забит практически не работает ногами в этот момент. То есть он просто забирает его в раковину и заставляет перекрыться в глухую. При этом я постоянно... Отлично. 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 Вот это хорошо. Вот это замечательно. Но при том, что он в фраге... Хороший кайк, кстати. И апперкоты колено тут же. То есть услышал отчет и решил нарастить небольшое преимущество в концовке раунда. Получается довольно интересно. Заключительные 10 секунд неплохо бы поработать. Хоть каким-то образом. И тому, и другому. И боёк, кстати, в углу не садится. Хорошо. Забит садится в углу, но здесь ему виднее. Сколько мы общались с профессиональными бойцами, то он говорит, что зависит от. Загон на бою могу сесть. Какой-то боёк принципиально не буду садиться, потому что... Ну, чтобы не заливаться лишний раз. И, кстати, у бойцов с внешностью или мамашников, если есть возможность не садиться, он лучше не садится. Потому что там дыхание другое, особенно при наличии борьбы. И иногда, вроде, человек отработал, нормальный раунд. Посидел в углу, выходит, еще сил нету. Хотя, казалось бы, только что отдыхал. Ну, пока без сюрпризов. Единственное, что, конечно, огрызается Фредди Кимайор неприятными комбинациями. Причем-то он бил лоу, то сейчас он начал приключать к корею. В концовке мне очень понравился предыдущего раунда. Проснулся. Проснулся так. Хотя его били, в общем, безусловно. Но здесь в углах, кстати, и у того, и у другого очень спокойная атмосфера. Никакой паники, никакой психологической накачки. Такая рабочая обстановка. Очень каждый подстраивает тактику. Да, и включается публика. Сейчас, конечно, огромное количество здесь фанатов. Забить Самедова. Майор за шагом в сторону пытался поймать. Просунул таки колено. Попал. И попал. Да. Коленями опасно бьет Францессу. Очень опасно. Лоу. Забит, выставляет вперед левую ногу, уклоняясь корпусом вправо. И тут же цепляет его лоу-киком. Фредди Кимайор. Забит, сейчас обратите внимание. Спокойно взял небольшую паузу. Понимаю, что, во-первых, будет, скорее всего, еще один раунд. Это четвертый. Во-вторых, дать возможность вымахаться. Более перегруженной мускулатурой. Ну и... Да, и здесь тактика уже вырисовывается. Потому что первую минуту работает Кимайор довольно-таки активно. Вот сейчас будет начинать подседать. И включается тут же Самедов. Причем очень жесткая серия, заканчивающаяся ударом по корпусу. Еще один по корпусу. Здорово. По печени попадает. Нагиды по голове. Да, причем пропустил такой легкий течок справа. И двоечка в ответ отзовит. Попытка повиснуть на сопернике была пресечена. Клинчи практически нет. Да, вот так же прорываются иногда на ближнюю дистанцию. Столкнулись и тут же разошлись у вас спортсмены. В пах-папах. Поаккуратнее, да, говорят, Креди Камайор. Но здесь никаких умышленных действий явно не было. А сейчас, обратите внимание, в угол как раз французского бойца. Его как раз гонят вперед. Мол, работай, зарабатывай. Может быть, говорят, что устал. Ну, там, да устал-то еще далеко. Вот, вот, вот оно все устало. Заканчивающийся ударом по печени. Он хорошо справа отзвал. Вот теперь кот не прошел. Левой сбоку попал. Болтанул он сейчас, Иван. 16 секунд. Разбрасывает руки при своих лоуке, как Кимайо. Вкладывается справа. Тяжелые удары. Узабица Медова подцепил, кстати, сейчас высек ногу Креди. И хорошо. Отлично. Хороший, очень хороший раунд. Еще левый боковой туда ушел. Нормально. И с лебедем вашего внимания, дорогие друзья. Ну, кстати, заднюю-то не включает Кимайо. Молодец, абсолютно. Смотрим. Ногами, ногами, ногами. Мне очень нравится забита вот эта хорошая, очень классная работа. В серии, которая заканчивалась именно ударами по корпусу. Ну, это один из заключительных эпизодов. Скорее, знаете, такая. Ну, под малышкой что-то по-другому не назовет. Нет, ну, он вот подсек, в общем-то, хорошо попал и выкручивался корпусом Самедов. И таким образом Кимайо просто попал в нужный момент. Ну, это тоже боксерское, бойцовское мастерство. Ну, пока ничего страшного глобально для Самедова не происходит. Он бой ведет, ведет бой уверенно. Единственное, что работа ногами здесь целиком в исполнении Кимайо нужна. И плюс очень просто, он опасно попадал коленями. Очень неприятное попадание. Один раз и по корпусу, я один раз чуть до головы не донес. На моем очень рада. Итак, заключительный пятый раунд. Все-таки хотелось бы, наверное, этот бой посмотреть в формате трех минутных раундов. Да, согласен. Потому что все-таки здесь, чем бой и чем раунд идет, тем это, во-первых, интереснее Самедову. У него вот эта работа, классная работа, но он ее исполняет лучше. Кимайо 2 минуты тоже удобно, потому что у него вот горение кислорода. Да, 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 вот не уезжирается. Вот хороший какой лоу-кик от француза. Пытается идти на обострение, он в концовке. Ну, понятно, что дожил до конца. Что там опять произошло, но... Я не очень понял, но ладно, да. Байкик по защите. А вот лоу мощный, два сразу таких. Помню. И обратно, на тебе лоу. Да, тайцы вот это как раз отрабатывают. Сдвоенный лоу с одной ноги, с другой. Отлично, но лоу. Хорошо ушел, а колено пропустил. Но здесь такая... Жалко не получилось сейчас. Прекрасно нырнул под боковой. Я думаю, сейчас руку вынесет и там. Нет, жаль. Ох, вот попал. Вот справа зацепил. Хайкик в ответ. Кимайо такой упорный очень. Упертый боец. Обменялись парочкой ударов в калинчане. Чисто по боксерскому. В боксерском стиле. Надо дорабатывать. Меньше 30 секунд. Есть попадание. Все-таки на руках перебивает. На руках, да, Саветов очень хорош. Ох, хорошо, хорошо. Зажат Кимайо в углу. Есть. Апперкот. Вяжется уже Кимайо в клинче. Не хватает силы. 10 секунд. Боже, дорабатывай. Бэквист. По защите. Время. Очень хороший бой. Легкой прогулки не получилось ни для того, ни для другого. Роман Копылов, кстати, на ваших экранах. Боец. Муэй и по рукопашному бою очень хорошо выступает. Да, я видел его в поединке. Рукопашник, конечно, это звезда-звезда. Да, здесь, кстати, вот в этом зале дрался совсем недавно, буквально, может быть, полтора месяца назад. Ну и сейчас суть низкое решение. Честно говоря, я думал, что Кимайо к этому раунду поподстуется. Не, а вот пятый раунд, я встал, что прибавить еще смог. Не сильно, а то есть свое тело. Но ногами лупил до самого просто упора. Да, стоял, то есть, в общем-то, на руках его однозначно, забить с амином переиграл. Вот во всей остальной технике колени, ноги у Кимайо на очень-очень высоком уровне. Ожидаем судейского решения. Сейчас будет объявление. Здесь церемония награждения, церемония награждения, вручения пояса, само собой. Пожалуйста, празднуйтесь в раунде сэрмонии. Радостяйтесь, президент К.О.К. Симон Сибилл, президент Жара Файт Промоушен. Да, все официальные лица, конечно же, Стивен Сибилл еще раз появятся. И Владимир Крюнов, вице-президент Жара Файт Промоушен. Ну и сейчас, по традиции, официальная, сначала официальная все-таки часть, вручение пояса и прочее, прочее. Дамы и господа, по завершении титульного боя, обратимся к судейским запискам. Лензи Чарли, после завершения титульного боя, мы идем к Джорджио-скорке. Все трое судей одинаково оценили этот поединок, 50-46. Все равны, а. 50-46. Дают пользу. Единогласным решением одержал победу и стал новым чемпионом Европы в тяжелом весе К.О.К. Дамы и господа, вы победите по победе К.О.К. Хэннивэй, чемпионер К.О.К. Хэннивэй, чемпионер К.О.К. К.О.К. Хэннивэй, чемпионер К.О.К. Сабид! Сабидова дают Забиту Сабедова. И чемпионский пояс сдается ему по праву. Сейчас будет ему вручен. Куда-то забит потерялся в этой толпе фанатов. С флагами. Вот Стивен Сигал как раз надевает пояс на талию Забит Сабедова. Но надо сказать, что поезд достался этот отнюдь нелегко Ну не просто, да, честно говоря, мы с вами уже успели поговорить сегодня о том, о матчмейкинге Казалось бы, да, некоторые бои, прогулки Досрочка одна, перитоновская Да Которая, в общем-то, да, такая, в общем-то, секунд пять было бы, и я думаю, его соберник будет стоял Достоял, достоял до конца раунда, а там еще один, неизвестно как Но только здесь мастерство Сергея, скажем И плюс он попал все-таки по месту Вложился, да, хорошо Добрый вечер всем Спасибо, что пришли поддержать меня, я это чувствовал И я извиняюсь за такой тяжелый бой, ребята, на самом деле для меня было очень сложно Потому что много ответственности перед вами и многими фанатами, родными, близкими Спасибо всем Честно говоря, я не мог уснуть Вот, скажу вам честно, лег в 8 утра и в 11 проснулся Может быть, это тоже повлияло на мою вносливость и работу Но победа есть победа, победителя не судят Спасибо Старшему дорогому брату Рамзану Ахмаджу Кадырову Глава Республики Чеченской Республики И за то, что он очень переживает, сейчас смотрит на нас, наверное И передаю большое саламу алейкум, брат Я тебя очень люблю, уважаю по-братски Спасибо за все то, что ты делаешь для кикбоксинга Чеченской Республики Ахмад Сила! Ахмад Сила! Ахмад Сила! Ахмад Сила! И еще хочу поблагодарить, конечно, депутата Госдумы Адама Дальмихановича Султановича Дальмиханова Спасибо за то, что пришел, поддержал меня, присутствовал и болел Спасибо, брат И президенту Федерации кикбоксинга за то, что приехал из города Грозного, Ахмад Айми Спасибо, брат, за поддержку и всем ребятам с моего клуба Спасибо всем, всем азербайджанцам Хотел бы посвятить эту победу к дню, столетию независимости Азербайджана Ура! Да здравствует Азербайджан, пусть просветает во голове нашего президента Ильхама Гидаровича Алиева Мы его поддерживаем и уважаем Мы верим и знаем, что мы идем правильно Ильхам Лайрали! Ура! Дамы и господа, слово президенту Федерации кикбоксинга Чеченской Республики Ахмадову Махамадову Ассаламу алейкум 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 Добрый вечер, уважаемые друзья Я здесь по поручению президента общественного фонда имени Героя России Первого президента Чеченской Республики Ахмад Хаджи Кадырова Аймани Неселина Кадырова Победителю этого чемпионского зрелищного боя вручается автомобиль «Мерседес». Я хочу вам отметить, что это второй мой «Мерседес» автомобиль. Спасибо фонду Ахмеда Хаджи Кадырова, Аймане Кадыровой. Благодарю за все, что делает для спортсменов этот фонд. Спасибо всем. Ахмат Фила! Ахмат Фила! Ахмат Фила! Дамы и господа, вот так. Ну что ж, дорогие друзья, «Жара файт-шоу» дебют и дебют на мой вкус довольно успешный по ряду причин. Нормальный матчмейкинг, красивые зрелищные бои, большое количество звезд, которых мы с вами посмотрели. Очень значимые имена, конечно же. И, соответственно, ну, хороший почин. Посмотрим, как это дело будет развиваться дальше. Надеюсь, что не хуже, чем то, что мы с вами видели сегодня. Большое спасибо, что были с нами. Для вас работали режиссер Денис Шоленин, редактор Сергей Белокорф, наши комменсаторы Дмитрий Бобцов и Роман Гришин. До свидания, дорогие друзья. Занимайтесь спортом. Болейте боями, побеждайте красиво. Счастливо, пока.